В сообщении из Киева по сотрудникам правоохранительных органов начал стрелять снайпер. Есть раненый на прямой связи со студией. Сейчас специальный корреспондент Евгений Поддубный. Евгений, здравствуйте. Что происходит в эти минуты? Я попрошу наехать тебе на еду. Ну, когда попрошу, когда попрошу. Да, добрый день. Ну, вот буквально несколько минут назад серьезно и резко осложнилась ситуация в центре украинской столицы на площади независимости. Боевики оппозиции начали штурм оппозиции бойцов специального подразделения «Беркут» по улице Институтская и прорвали оцепление. «Беркут» отступает сейчас. Мы слышим звуки выстрелов и взрывы. И вот похоже, что это звуки выстрелов из огнестрельного оружия. Вы также можете это слышать. Я попрошу сейчас оператора дать крупный план. Дело в том, что еще несколько минут назад линия противостояния, она проходила чуть выше, чуть выше вот этой стелы. А теперь боевики и радикально настроенные активисты прошли дальше по улице Институтской. Вот как сообщают мои коллеги, сейчас бойцы специального подразделения «Беркут» вынуждены отступить. Боевики используют, помимо всего прочего, используют камни, также используют самодельные гранаты. Они эти кустарные боеприпасы делали накануне. И вот, похоже, мы теперь видим для чего. Стоит сказать, что накануне было объявлено перемирие, после того, как представители оппозиции и власти договорились о том, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы исключить кровопролитие. Но уже минувшей ночью это перемирие было под вопросом. И вот теперь видно, что о перемирии сейчас не может быть и речи. Я повторюсь, что боевики, радикально настроенные активисты оппозиции прорвали оцепление «Беркута» и вышли за пределы баррикад на улицу Институтская. Мы будем продолжать следить за развитием этой ситуации. Спасибо.